В профильном комитете Верховной Рады обсуждается проект документа, по которому будет жить новое поколение пенсионеров из тех, что не так давно начали свою трудовую деятельность. Называется этот документ так. Проект закона об общееобязательном накопительном пенсионном обеспечении. Номер 726-83. В прессе уже появились новации, заложенные в нем. Перечислю. Переход к накопительному уровню пенсионного обеспечения предусматривает обязательное ежемесячное отчисление на персональный счет гражданина. Из чего будут формироваться эти счета? Считаю, работодатель должен каждый месяц отчислять 2% от суммы зарплаты работника, а сам работник еще 1% из своей зарплаты на специальный персональный счет. По желанию работник может увеличить процент отчисления, при этом работодатель обязан пропорционально дополнять выплаты работника собственными взносами в размере до 5% от суммы его зарплаты. И сразу заметка на полях. Сегодня работодатель выплачивает единый социальный взнос в Пенсионный фонд Украины. По новому закону этот взнос увеличивается дополнительно на 2%. Причем эти самые 2% ему придется переводить в новую организацию – пенсионное казначейство. Эта идея как-то не вяжется с лозунгами Кабинета Министра Украины о необходимости уменьшить налоговую нагрузку на бизнес. Куда справедливее было бы пойти по иной схеме? Скажем, выплаты в Пенсионный фонд Украины, работающий по солидарной системе, ограничить вместо 22 нынешних до 20%, а появившиеся 2% при переходе на накопительную систему отправлять на счета пенсионного казначейства. Понятно, что при накопительной системе личный счет пенсионера будет принадлежать ему, а в случае его смерти переходить наследником. Ясно, что пенсионеры смогут выбирать компанию по управлению активами. Это все заложено в проекте закона. Но давайте будем реалистами и ответим на простой вопрос. А если сегодня у нас в стране надежные активы, да еще приносящие доходы на года? Полагаю, таких пока нет. Хороший вариант надежного актива предложил известный украинский экономист Алексей Кущин. По его мнению, таким активом могла бы быть земля сельскохозяйственного назначения и доходы от ее использования, вечная земельная рента. Но и для этого негосударственным пенсионным фондам нужно было дать эксклюзив по ее покупке. А его планируют подарить иностранным банкам, которые будут зарабатывать на пенсии явно не нашим пенсионерам. Словом, пока больше вопросов, нежели ответов на них. Остается надеяться, что в ходе обсуждения проект закона ответы мы все-таки получим.